дамы и господа давайте будем продолжать работать хочу чтобы вы были здоровы а главное чтобы вы понимали что вы делаете для чего вы делаете как вы делаете и так я много лет говорю о том что онкология тоже является хроническим заболеванием различные с версий кто-то это подгоняет под пилагру кто-то это подгоняет пота витаминоз вместе с пилагрой и и делают всевозможные выводы я занимаюсь паразитарной теории возникновения заболеваний уже в 32 года я в этих вопросах как бы чуть-чуть хотя бы понимаю и сегодня хочу поговорить о том что любое заболевание оно так или иначе вольно или невольно вы сами прекрасно понимаете ведет к очень тяжелым последствиям мы лечим одно умираем от другого чтобы мы не делали так или иначе все ведет к очень непредсказуемым так сказать результатом итак о питании первое и самое основное сейчас идет тотальное увлечение витаминами причем надо признаться что ведь все витамины которые продаются в аптеках они не относятся к органическим витаминам они неорганические очень мало витаминов которые находятся в органической субстанции органические витамины находятся в продуктах питания которое мы потребляем витамины находится в нашем организме поэтому мы должны сделать питание лечебным исключительно питания лечебным в это питание Соответственно, должны быть добавлены какие-то определенные компоненты, которые бы убивали микроорганизмы. И то желательно патогенные. Представляете, да, какая сложная стоит задача. И когда многие задают мне на занятиях вопросы, так что же делать? Вот, например, смотрите, простой пример. В мидиях очень много полезных микроэлементов, но степень загруженности самих мидий микроорганизмами, причем очень зловредными и очень патогенными, настолько огромна. Что делать в этой ситуации? С одной стороны нам нужны витамины, с одной стороны нам нужна рыба, с другой стороны эта рыба, как вы понимаете, в очень многих случаях практически отравлена. Посмотрите, что творится в реках, в океанах и так далее, и так далее. И черт знает, какими заболеваниями болеет эта рыба. Поэтому я выстроил свое питание по принципу примерно такому. Обязательно должна присутствовать морковка, обязательно должна присутствовать капуста, обязательно должен присутствовать имбирь, обязательно должен присутствовать чеснок. должно быть растительное масло желательно рафинированное должен присутствовать яблочный уксус летом безусловно помидоры потому что помидоры это очень важно это нужно микроорганизмы не любят томатов поэтому надо обязательно соответственно 75 80 процентов должен быть салат овощи могут быть и в тушеном состоянии тушеном состоянии это опять же цветная капуста это может быть брокколи это может быть картофель и не надо никого слушать картофель это очень полезная так сказать овощ его надо потреблять в пищу и соответственно исходя из этого исходя из этого строить свой рацион теперь следующий вопрос друзья мои не верьте вы вот этим вот всем блогерским байкам по поводу того что на любой стадии рак можно вылечить это обман на четвертой стадии онкологии а ведь мы прекрасно понимаем что к этой онкологии так или иначе нас привели определенные заболевания и мы чувствовали да что у нас есть изменения в настроении что у нас есть изменения в трудоспособности и так далее и так далее вылечить рак уже в тяжелых этих самых просто практически невозможно поэтому как только вы почувствовали что вы плохо себя чувствуете начинайте заниматься собой меняйте питание безусловно в сторону органической пищи потому что органическая пища нужна организму клетки нужна органическая пища живая понятно что долго выдержать на такой пищи сложно поэтому добавляйте тушеные овощи добавляйте вареные овощи можете и поджаривать ничего страшного в этом нету главное главное чтобы вы понимали то что вы делаете главное чтобы вы ощущали неважно процедуру вы делаете да или готовите себе кушать вы должны жить тем что вы работаете над собой что вы получаете свой личный опыт и только этот личный опыт может вас привести к победе на сегодня все